Итак, всем привет, моя зеленая банда, с вами Flutter Green, и я решил поместить плашечку, вот такую вот, которую вы можете видеть внизу, в уголке. Сколько осталось собрать для того, чтобы стрим-марафон стал с 20-часового в 30-часовой. То есть, если соберется такая вот сумма, то стрим-марафон, который проведет после 20-го декабря, он будет 30-часовым, то есть, осталось 4250 рублей. Так что, ссылочка в описании на донат, так что, милости прошу. И сегодня мы будем делать реакции только на пульт-страшилки, потому что у меня тут немало их собралось. Называется «Тяжелая ноша». Что ж, давайте-ка посмотрим. Жила одна супружеская пара, у которой был один маленький сын. Еще до рождения сына отношения у пары были довольно сложными. Через несколько лет в доме ни дня не обходилось без скандалов между отцом и матерью. Их ссоры становились все более жаркими, и они постоянно говорили о разводе. В конце концов, ради сына они продолжили жить вместе, но ссоры между ними стали еще более ожесточенными. Мне это скидывали, но я чувствую, что я и на это делал реакцию. Когда их сыну исполнилось пять лет, они уже возненавидели друг друга. Однажды ночью, уложив сына спать, пара снова начала ссориться. В тот момент отец впал в такую ярость, что убил свою жену, зарезав ее кухонным ножом. Я промолчу. Вот... Ребят, вы действительно хотите, чтобы я реагировал вообще теперь на пони-страшилки? Потому что... Я и это смотрел. То есть, оно было под другим названием, скорее всего, но... Блин... Я уже настолько пони-страшилок сделал, что теперь не вижу разницы между пони-страшилками, на которые я вообще делал. Когда он пришел в себя и понял, что натворил, он стал прятать тело. Мужчина отнес труп жены в гараж и положил в багажник автомобиля. Потом он поехал в горы. Под покровом ночи он взвалил тело жены себе на спину и понес его к ближайшему болоту. Он выбросил тело в зловонные воды и наблюдал за тем, как ее труп медленно погружается в грязь. Когда стало рассветать, мужчина вернулся домой и принял душ. Но сколько бы он не тер себя, он не мог избавиться от этого ужасного, тошнотворного запаха болота. Он проспал несколько часов, а когда проснулся, начал думать, что он скажет сыну, когда тот спросит, где мама. Мы определенно ее смотрели, но называлась она, по-моему, болото или как-то так. Отец решил сказать мальчику, что мама переехала от них на какое-то время к своей сестре. Однако, когда сын проснулся, он ни словом не обмолвился о матери. Он лишь смотрел на своего отца и ничего не говорил. Мужчина подумал, что мальчик чувствует запах грязи с болота, где он похоронил свою жену. Он взял освежитель воздуха и стал распылять его по всему дому, надеясь заглушить этот неприятный запах. Прошло несколько часов. Маленький мальчик смотрел телевизор в гостиной. Отец забеспокоился. Каждый раз, когда он заходил в комнату, он видел, как сын пристально смотрит на него с недоуменным выражением лица. От этого отец еще больше нервничал. Ему казалось, что у него развивается паранойя. Мужчина начал размышлять. Возможно, сын знает, что случилось, подумал он. Может быть, мальчик слышал всю их ссору и видел, как отец убивает его мать. И если это так, то, возможно, его тоже нужно убить. Отец вошел в комнату, где его сын все еще смотрел телевизор. «Ты хочешь меня о чем-нибудь спросить?» Сказал отец. Мальчик повернулся к нему, задумался на несколько секунд, а затем ответил. «Да, это насчет твоей матери?» Спросил отец. «Да», — ответил мальчик. «Я думаю, тебе интересно, где она?» Продолжил отец. «Нет», — сказал мальчик. «Мне интересно, почему лицо у мамы такое бледное, и почему ты весь день носишь ее на спине». Я эту страшилку помню, кстати. Прям дословно. Но, знаете, меня очень разочаровывает то, что мне скидывают пони-страшилки, на которые я уже делал реакцию. Ребят, будет вам наука. Я так и залью. Я ролик так и залью на свой канал, но прошу, не скидывайте мне больше такое. Потому что, да, возможно, сделано по-другому немного, но все равно я не хочу делать реакции на одни и те же самые видосы. То есть это даже для вас не совсем приятно, учитывая, что вы это уже видели. Хотя есть люди, которые даже не чекают мои прошлые видосы. Не просто такие «О, новая реакция, смотрю». Ладно, всем спасибо за просмотр, с вами был Flutter Green, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok